МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вот и пришло время подвести итоги марта в студии Михаил Налётов. И Анна Балиет. Говорим о главном. Оставайтесь с нами и узнаете, коронавирус, что рекомендуют специалисты для того, чтобы избежать инфекции. О спорте. Завершился региональный этап всероссийского проекта мини-футбол в школу. Кто будет представлять Московскую область в финале? 75 лет Великой Победе. Продолжаем готовиться к памятной дате. В прошлом выпуске мы уже рассказывали о том, как наш округ готовится к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. В марте продолжилось вручение памятных юбилейных медалей. Давайте посмотрим, как это происходило. Нынешнему поколению очень повезло жить в мирное время и не знать ужасов войны. Страшной войны, которая унесла бесчисленное количество жизней. Люди, пережившие тот страшный для нашего народа период, настоящие герои. Каждый из них делал то, что было в его силах. Кто-то воевал на фронте, кто-то трудился в тылу, а кто-то, будучи еще ребенком, находился в блокадном Ленинграде и верил, что, несмотря на все тягоды, обязательно выживет. Наш герой Виктор Георгиевич Советин оказался в оккупированном городе, когда ему было всего 12 лет. Прожил всю блокаду Ленинграда там, значит, все это видел. И встречал День Победы 9 мая в Ленинграде после освобождения, снятия блокады. У меня 24 правительственных награды. Мне уже вешать некуда, как говорится. В администрации Виктору Георгиевичу и еще 33-м ветеранам Великой Отечественной войны глава городского округа Щелкова Сергей Горелов вручил юбилейные медали. 75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 год. В преддверии знаменательной даты он пожелал героям самого главного – еще долгих лет. Уважаемые ветераны, добра, благополучия и тепла ваших близких. Крепкого здоровья. Живите долго. А мы, ваши потомки, будем делать все для того, чтобы страна развивалась и процветала с праздником вас. Никого же не было. Война. Все на фронте. А мы остались 13-14 и такие же ребята, как мы. Жительница Щелкова Евдокия Ивановна Четырина вспоминает, как трудилась в тылу по Таринбургам. Бок-обок с такими же юными мальчишками и девчонками. Еще не взрослыми, но уже и не детьми. Война изменила судьбу миллионов, но не сломила духа советского человека. Сегодня Евдокия Ивановна не 90 лет. И в свой день рождения она принимает не только поздравления с юбилеем, но и награду, юбилейную медаль 75 лет победы. Пошли вас поздравить с 90-летием. Вручите вам подарки. Письмо от Владимира Владимировича. Самая главная медаль 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В этот день 90 лет отметила еще одна жительница нашего городского округа. Труженик тыла Нина Кузьминишного-Дачкория. Когда началась война, она находилась в родном Щелкове. Называлась в то время вторая зона, бараки. Никакая улица, ничего. Это около больницы, стадион. Стадион и сейчас существует. Там было у нас 8 бараков. Все, конечно, трудились на благо победы. На фронте погиб папа. Война началась. Его взяли в августе месяце. Уже после войны Нина Кузьминишна трудилась на химзаводе. 18 лет попала в комсомольскую молодежную бригаду. Мы выпускали военную продукцию. Значит, для флота и для самолетов. Позже трудилась еще 10 лет за вхозом в Щелковском военкомате. А сегодня Нина Кузьминишна счастливая мама и бабушка. В день рождения ее также поздравили с 90-летием власти муниципалитета, передав письмо от президента и зачитав поздравительный адрес главы городского округа Щелково. Женщине-ветерану также вручили юбилейную медаль 75-летия Победы. Михаила и Наталью Вериных, жители Щелково, приехал поздравить с награждением памятными медалями 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов глава городского округа Сергей Горелов. Знаю ваш трудовой путь и хочу от лица всех жителей городского округа и, конечно же, от администрации городского округа Щелково сказать вам огромные слова благодарности. Чета Вериных, Михаил Иванович и Наталья Трофимовна, живут в микрорайоне Чкаловский уже более 60 лет. Сюда выпускника военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского Михаила Верина направили служить в 30-й ЦНИИ ВВС. Здесь он защитил кандидатскую диссертацию по обнаружению подводных лодок вероятного противника. С будущей женой Натальей он познакомился сразу после войны, когда продолжил военную службу в Приморском крае, вернувшись с Дальнего Востока, где участвовал в боевых действиях против Квантунской армии в Советско-японской войне. В уютной квартире, где живет семья Вериных, много фотографий, на которых можно увидеть совсем молодыми Михаила Ивановича и Наталью Трофимовну. Ей, кстати, в этот день исполнилось 90. Она моложе мужа на три года. Когда такой же юбилей праздновал Михаил Иванович, в его честь родные и близкие на стене развернули целую экспозицию. Читоверенных вместе уже почти 70 лет. В следующем году у них будет юбилей со дня свадьбы. Их большая и дружная семья, как они говорят, всегда держалась в немалой степени на плечах Натальи Трофимовны. Хотя она успела поработать в Щелкове еще и на насосном заводе. Чувствуется, что в семье Вериных царит атмосфера взаимопонимания. Ну и подводя итоги марта, нельзя обойти вниманием тему, которая сейчас волнует весь мир. В течение месяца наша редакция общалась с профильными специалистами, готовила к эфиру материалы о коронавирусе, его профилактике. Мы встретились с медиками, представителями Роспотребнадзора, руководителями муниципальной сферы образования и другими специалистами. Самые важные комментарии мы собрали в нашем выпуске. Расскажем о мерах, предпринимаемых в Щелкове, для того, чтобы не допустить распространение инфекции. Ситуация, сложившаяся в мире в связи с коронавирусом, насторожила многих. Однако, как известно, паника – худшее средство в борьбе за здоровье. Зато против недугов работают простые и верные способы. В медицинских учреждениях, школах, детских садах проверяют температуру еще при входе в здание. Кроме того, ежедневно проводится дезинфекция. Те сотрудники и ребята, которые отдыхали в странах, где уровень заражения коронавирусом является высоким, в течение двух недель остаются дома и следят за своим состоянием. Стоит отметить, что это относится ко всем без исключения. Соответствующие постановления выпустили губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава городского округа Щелкова Сергей Горелов. Сегодня в школы Подмосковья пришло 80% учеников. Соответственно, дистанционное обучение мы организовали на этой неделе. Стоит отметить, что у всех родителей есть возможность оставить ребенка дома. Введена система свободного посещения образовательных учреждений. Это касается и детских садов, и школ. Но при этом родителям необходимо заполнить заявление и предоставить его в образовательное учреждение. Если мы говорим о школах, то действительно домашние задания детям выдаются в электронных дневниках. Точно так же и проверяются некоторые задания. Хочется отметить, что сейчас запущена у нас площадка «Фоксфорд». С ее помощью ученик сможет продолжить обучение дома по школьной программе. Здесь он найдет и тему уроков, и домашние задания. Весенние каникулы начнутся уже 23 марта и продолжатся до 29 числа. Однако с 30 марта по 12 апреля все школьники придут на дистанционное обучение по «Фоксфорд». Что касается дошкольных образовательных учреждений, то родители вправе точно так же оставить ребенка дома по заявлению. Но через 5 дней необходимо тогда будет предоставить справочку, что ребенок здоров. Если все-таки ребенка отправили домой с признаком заболевания, то обязательно необходимо обратиться в медицинское учреждение и далее в образовательную организацию предоставить справку, что ребенок здоров и теперь может посещать школу или сад. Всю информацию о текущей ситуации с коронавирусом в Подмосковье можно узнать на сайте covid.mz.mostreg.ru или позвонив на горячую линию 8 800 550 50 30. За чистотой и порядком в Щелковской автоколонии 1785 следили всегда транспорт и теперь моют по графику, однако в нынешних условиях правила ужесточили. По расписанию не только мойка и влажная уборка. Итак, автобус вымот и внутри, и снаружи, но важно, чтобы было не просто чисто, а суперчисто. Для этого каждый раз после мойки проводят процедуру дезинфекции. Более того, дважды за рейс сам водитель дезинфицирующим составом обрабатывает транспорт. Чистота – залог здоровья, фраза, которая очень актуальна в нынешнее время. Здесь подходит к дезинфекции с особой строгостью. Вот такую бутылку со специальным раствором выдают каждому водителю в автоколонии. В соответствии с графиком, который у каждого водителя находится с собой в документах, на конечных остановках водитель производит не менее двух раз дезинфекцию также салона. Большое внимание уделяется и состоянию здоровья управляющих транспортным средством. Мы вначале смотрим внешний вид водителей, спрашиваем жалобы, предъявляют, не предъявляют, как себя чувствуют. Проверяем слизистые верхних дыхательных путей, лимфоузлы, измеряем температуру, давление и проводим осмотр на локотестеры. В будние дни из автоколонны выходят на линию более 180 автобусов. В конце рабочего дня салон каждого дезинфицируется в обязательном порядке. Особо тщательно в местах, наиболее подверженных телесному контакту, таких как поручни и валидатор, устройство для оплаты проезда. К слову, по распоряжению губернатора в регионе перешли на полностью безналичный расчет в автотранспорте. Ежедневно Щелковские межрайонные очистные сооружения принимают порядка 280 тысяч кубометров сточных вод. Процесс полного очищения стоков проходит несколько этапов – от механической очистки до обеззараживания, которое происходит с помощью специального реагента – гипохлорита натрия. Обеззараживает уже, по сути, чистую воду. Однако этот этап – важная составляющая, ведь именно в процессе обеззараживания уничтожаются вирусы и бактерии. Обычно нормы реагента на кубический метр воды составляют порядка 16-20 граммов. Однако сегодня они увеличены до 23. То есть этот процесс происходит постоянно. Он регламентирован нормами санитарными для водоемов. И для нас это является обычным процессом. Но в связи с сегодняшними событиями, в связи с распоряжением губернатора Московской области на Щелковских очистных сооружениях проведена работа и рассчитаны более жесткие нормы, более высокие, для того, чтобы предотвратить даже самое малейшее попадание всех вирусов, всех бактерий в реку Клязьма, который является водоемом и рыбохозяйственным, и водоемом для отдыха. Сам гипохлорид привозят на отчистные сооружения специализированным транспортом по графику. Далее реагент поступает в специальные емкости, сохраняющие его реакционную способность. Затем направляется в распределительные камеры контактных отстойников с помощью насосов-дозаторов. Стоит отметить, весь процесс проходит под серьезным и постоянным контролем специалистов. Из восьми вторичных отстойников стоки попадают в распределительную камеру, где соединяется с гипохлоридом. А затем попадают вот в эти. Отстойники, рассчитанные приблизительно на 3000 кубометров жидкости. Здесь уже очищенная вода находится в реакции с гипохлоридом натрия в течение получаса, и только потом следует сброс в реку. Мы заботимся о том, чтобы ничем не навредить нашим гражданам Московской области и Владимирской. У жителей домов на улице Талсинской теперь будет меньше поводов для беспокойства, ведь в их подъездах проходит ежедневная дезинфекция. После нее в помещении чисто, а значит шансов заразиться коронавирусом меньше. Для нас здоровье наших жителей является приоритетом, поэтому мы проводим дезинфекцию ежедневно, согласно сложившейся ситуации. И для нас важно, чтобы житель, зайдя в подъезд, не боялся прикоснуться к ручке дверной и нажать на кнопку лифта. Обеззараживанию подвергаются все поверхности в подъездах. Это перила, почтовые ящики, дверные ручки, а также лестничные марши и лифты. Обрабатывают помещение специальным спиртовым раствором. Напомним, что управляющие компании Московской области 16 марта обязаны ежедневно проводить дезинфекцию подъездов многоквартирных домов. Это одно из противоэпидемических мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности. Если вы заметили, что в вашем подъезде не происходит дезинфекция, то вы должны обратиться в свою управляющую компанию, либо в единую диспетчерскую службу Московской области. Самое главное, на мой взгляд, Михаил, не поддаваться панике и следовать рекомендациям врачей. Ты права. Давай посмотрим, как комментируют ситуацию медики и представители Роспотребнадзора. Специфической профилактики нет, поэтому все общие меры неспецифической профилактики. Это в общественных местах носить обязательно маску, чаще мыть руки, проветривать помещение, не посещать места массового скопления людей. Если почувствовал недомогание, то, конечно, надо сразу же остаться дома и вызвать врача на дом. Все люди, которые прилетели из стран с неблагополучной по коронавирусу ситуации, должны оставаться дома, самоизолироваться на 14 дней, если у них нет признаков остро-респираторной вирусной инфекции. Если у пациента чувствует недомогание, нужно вызвать врача на дом и строго соблюдать его рекомендации. Маска понадобится человеку при посещении мест массового скопления людей, которых все-таки в данный период лучше избегать. Работаем совместно с органами внутренних дел, с Росгвардией, ну, естественно, с нашими медиками. Коронавирусная инфекция, у нее два механизма передачи. Первый механизм – это аэрозольный через воздух, второй механизм – контактно-бытовой. Соответственно, вся наша борьба сведена к тому, чтобы первое направлено на саму инфекцию, второе – на механизм передачи инфекции, третье – на заболевших людей. К слову о людях пожилого возраста. Жители Московской области старше 65 лет в связи с введением режима повышенной готовности по предотвращению коронавирусной инфекции получат материальную помощь. Постановление об этом издал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сумма выплат составит 3000 рублей. Выплаты начнутся уже в конце марта. Эту информацию подтвердили в Щелковском управлении социальной защиты населения. Данная выплата будет произведена двумя выплатами. Первая сумма в размере 1500 рублей будет выплачиваться, начиная с 26 марта. И вторая сумма в размере 1500 рублей будет выплачена по окончании периода карантина. Данная выплата будет производиться автоматически на основании тех данных, которые имеются в базе данных Щелковского окружного управления социальной защиты. При каких-то вопросах, возникающих по выплатам, можно будет обратиться на телефон горячей линии Щелковского управления, наш телефон 56-6-98-03. Приходить за данные выплаты и писать заявление необходимости нет. Выплата будет произведена всем в автоматическом режиме. Период с 26 марта по 14 апреля. В это время в течение трех недель людям от 65 лет и старше следует находиться постоянно дома в режиме самоизоляции. Важное дополнение – работающие пенсионеры в возрасте 65 лет и старше согласно постановления губернатора обеспечиваются возможностью оформить лист нетрудоспособности. Напомним также, что с 13 марта в Подмосковье и, соответственно, нашем городском округе отменены все массовые мероприятия. А как же быть с ежегодными и любимыми Щелковцами, праздниками и встречами? Часть перенесли, а некоторые провели дистанционно технологии. В наше время это позволяют. Интересно, каким же образом тогда проходят подобные мероприятия? У тебя и наших телезрителей есть возможность узнать об этом. В онлайн-режиме состоялся ежегодный конкурс «Звезды Галактики». Давайте посмотрим. Вот в таком не совсем привычном формате конкурсанты 4-го Всероссийского фестиваля «Звезды Галактики» выступают перед жюри. Конкурс в этом году проводится онлайн в дистанционном режиме. Члены жюри находятся в трансляционной аппаратной школе искусства имени Розума, оценивая выступление через монитор компьютера. Участники конкурса музыканты от 5 до 60 лет могли записать свои номера заранее и прислать эксперта, а могли продемонстрировать свое мастерство в режиме реального времени. В остальном условия конкурса не изменились. Фестиваль «Звезды Галактики» проводится уже несколько лет подряд, и каждый раз в нем участвуют все больше талантливых людей из разных регионов нашей огромной страны. В этом году в конкурсе более 300 солистов и коллективов, а это около 500 человек. Множество номинаций – это эстрадный вокал, инструментальный ансамбль и оркестр, эстрадный хор, категории учитель-ученик, автор-исполнитель, композиция и звукорежиссура и другие. Организаторами проекта выступили детская школа искусства имени Юрия Розума и студия звукозаписи Galaxy Records при поддержке Российской академии дополнительного образования и Комитета по образованию администрации городского округа Щелково. В жюри входят профессиональные музыканты и заслуженные работники культуры. Но самые важные, масштабные, яркие праздники пришлись на начало марта. Масленицу отметили традиционно широко. И представительницы прекрасного пола поздравили с весенним праздником. Концерт прошел в театральном концертном центре Щелковский театр и подарил нашим неповторимым женщинам весеннее настроение. 8 марта – день, когда комплименты звучат особенно тепло, а благодарность и восхищение еще больше читаются во взглядах мужчин. Так уж сложилось, что из протестов и борьбы за права этот день превратился в настоящий праздник женственности и красоты. Сегодня их и слабым полом ты не назовешь. Так много женщина может. Сочетание мягкости и силы – вот что такое женщина сегодня. Она не только мать, жена, подруга, она еще и у руля. И это вполне гармонично сочетается. В театральном концертном центре на сцену поздравить прекрасный пол вышли, конечно же, мужчины. Вы играете много ролей в нашей жизни, но самая главная роль и ваше предназначение – это продолжение жизни. На протяжении всей жизни вы воспитываете и дарите тепло, ласку и добро своим детям. Вы вкладываете в них все самое лучшее, что могло бы быть на этом мире. Все самое доброе, светлое вы без остатка отдаёте им. Любви, женского счастья. Мы, мужчины, вас всегда любим. Я присоединяюсь ко всем поздравительным словам, а персонально каждой хочу пожелать, чтобы вы, каждая, были единственные и неповторимые. Подарком для прекрасных дам, которые работают в городском округе Щёлково, стали не только слова поздравления и творческие номера, но и грамоты и благодарность. Также по поручению президента России глава округа Сергей Горелов вручил женщинам-ветеранам медали, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне. А накануне Международного женского дня состоялось ещё одно важное мероприятие, которое мы не смогли обойти вниманием. 7 марта в универсальном спорткомплексе Подмосковья подвели итоги регионального этапа проекта «Минифутбол в школу». По-настоящему масштабное действие. В Щёлково на финальные игры приехали более 800 школьников. Кстати, и всероссийский финал проекта планируют провести в нашем городе. В Щёлкове определились победители финала соревнований общероссийского проекта «Минифутбол в школу» среди команд общеобразовательных учреждений Московской области. 7 марта в универсальном спорткомплексе Подмосковья встречались победители зональных туров среди мальчиков, выступавших в четырёх возрастных категориях. Среди самых старших первое место заняла команда из Климовска, второе – футболисты школы номер 13 имени Джанибекова из Щёлкова, и третье – из Красногорска. 8 марта в женский праздник в ОСК боролись за победу юные футболистки. Проект российский проводится во всей России, во всех регионах. Уже в этом году исполняется 15 лет. Данное, если брать Московскую область, то первоначальный этап проводится с сентября по ноябрь внутри школ. То есть определяются сборные команды, и дальше они выступают в областных соревнованиях подборочных, которые проводились в начале февраля. И сейчас у нас уже областной финал. Наша съемочная группа засняла финальную игру, в которой встретились школьницы 2008-2009 годов рождения из Орехова-Зуева и из Щёлкова. Игра проходила очень азартно. Общее время закончилось в ничью, и только в серии пенальти футбольное счастье улыбнулось девочкам из Орехова-Зуева. Финальные игры проходили одновременно в малом и в большом залах. В полуфинале между командами из Одинцова и из Балашихи со счетом 5-0 победили девушки из школы поселка Жаворонки Одинцовского городского округа. Всего в Московской области в проекте «Минифутбол в школу» приняли участие около 2000 команд. Уходящий март запомнился своими контрастами, как в погоде, так и в нашей жизни. Главное – беречь себя и оставаться осведомленными об актуальных новостях. В этом вам помогали службы информации Щёлковского телевидения. Я, Михаил Налютов. И Анна Балиет. Мы говорим о главном. До встречи через месяц. Редактор субтитров А.Семкин